Ребята, всем привет! Я встала сегодня, не знаю, сколько часов назад, поставила на загрузку видос, поставила его на загрузку на YouTube, открыла, и сейчас сижу, читаю комментарии, вчерашний видос, влог, где мы поехали на дачу, разговаривали про свадьбу, кто не видел, обязательно посмотрите, и где мы попали в аварию. Это вообще, блин, отстой вонючий. Всех интересует вопрос, все спрашивают, где Слава, почему он не приехал вчера, когда была авария, все такое. Слава не в Москве, он в Риге находится, он только завтра вечером прилетает, поэтому вот я отвечаю на все ваши вопросы, потому что многие писали, спрашивали, где Слава, где Слава. Так вышло, на самом деле, безумно тупо, потому что, когда я улетела 14 декабря, я должна была вернуться, ну и вернулась 20, а Слава 19 улетел. Получается так, что он меня чуточек не дождался, даже меньше суток, наверное, и мы вот так вот разминулись, не увиделись, к сожалению, но зато сейчас мы безумно сильно скучаем, я уже не могу, для меня на самом деле это уже какой-то перебор. Для меня окей, когда мы там можем два дня не видеться, максимум три, то для меня это странно, я не понимаю вообще, как, где, что. Сегодня в планах я встала, просто немножко накрасилась, накрасила брови, с волосами у меня пока фигня какая-то, я вот думаю, сходить мне за кофе на улицу или не сходить, и что-то покушать хочется. Проблема в том, что у меня просто хлеба нет дома, мне нужен просто хлеб белый, чтобы я могла омлетик поесть, я вот думаю, ехать мне куда-то за ним или нет, где резинка. Постоянно обновляю, смотрю комментарии, так люблю читать вообще, что вы пишете, и всегда интересно, ну кто-то пишет какую-то чушь, конечно, но это тоже интересно, а кто-то пишет просто классные комменты, которые прикольно прочитать. Буду ли я как-то сильно наряжать дом, я даже не знаю, мне, честно говоря, неохота. А, ну еще мне нужно доубираться дома, ура, наверное, этим я сейчас и займусь, но все-таки, наверное, я схожу за кофе и круассаном, хотя безумно впадлу, но на самом деле в прогулке нет ничего плохого, я прогуляюсь, вернусь домой с кайфом, так что ладно, я пошла. Девочка сейчас Карина придет, пошли, пошли встречать Карину, ты идешь или как? А-а-а, ура, быстрее всю квартиру, я специально буду тебя тискать, чтобы ты описалась, моя сладкая девочка, хаосая, ну-ка, ну-ка, покажи, что там. Да нет, она так не писает. А-а-а, я тебя ненавижу, Вива, зачем писаешь? За Капказ-то замуж вышла бы? Да, почему нет? Вообще, ура, наконец-то мы будем наряжать елку, я очень долго ждала этого момента и переживала, что этого вообще не произойдет, потому что уже 20, какое там, в ствердое? В общем, было впаду мне, честно говоря, даже этим заниматься, но поскольку мне привезли живую елку, я такая подумала, ну ладно, съездим тебя игрушками, главное в аварию не попасть. Ладно, сегодня будем наряжать мы елку настоящую. Хочу ли я вот это вешать или куда-то ставить? Не хочет, она не хочет. Блин, ненавижу дождик. Подожди. Умеешь свистеть, Лох? Ну да. Ну, после того, как мне поставили виниры, мне нужно заново учиться. Ну-ка, давай. Сейчас. Чусь на. Ну это максимум. Ну, иногда лучше получается, но в целом не очень. Я не идеально свищу и не могу свистеть громко, вот так, типа, с пальцами. Но я умею свистеть, как птичка. Как красиво. А знала бы ты, как мой дедушка свистеть, сама бы сошла. Правда? У меня есть разноцветная гирлянда, но мы ее вешать не будем на елку. Мы возьмем вот эту вот. Да! Как для меня. Это очень красиво выглядит. На самом деле, я ставила себе белую гирлянду в прошлом году. Не надо, цветная тоже не надо. Вот в следующем году, какая бы у вас ни была, попробуйте купить желтую. Она такую атмосферу дает, с елкой нереально выглядит. Можно даже не украшать. Просто делаешь желтой гирляндой теплого цвета, и все. И ты кайфуешь. Конечно, верхушка просто... Мне кто-то написал, фу, Карин, ты выбрала такую же сумку, как у Юли от Писка. А, да ладно? Я не знаю, насколько был человек серьезен, но я немного жалею, что я взяла какую-то сумку. Да ладно. Она мне очень нравится, но как будто я такая, типа, блин. Ничего нового. Да, как будто я просто у тебя украла сумку. Не знаю, как это объяснить. И я виню в этом то, что у нас было мало времени. Ну, за день там выбор был небольшой. Выбор был очень маленький. Мне она нравится, то есть я в этом плане не жалею, но просто как-то тупо, как будто там сумок реально не было. Блин! Ну, каких мне понравились, они реально не было. Мне нужны такти, и тебе тоже. Это невозможно. Тут пишут. Да, у Армен одна подружка невесты, незамужняя. Свидетельница может быть одна, подружек невесты может быть сколько угодно, хоть одна, хоть десять, как пожелают молодожены. О! Подружка невесты может быть хоть замужняя, хоть вдова. Ого! А вот по правильным традициям свидетели и свидетельницы это те, кто был рядом с вами в течение развития отношений, какая связь между этими людьми уже не важна. Они могут быть хоть друзьями, хоть парой, главное не родственниками. Спасибо, мои хорошие. Ну, а свидетели у тебя будут, свидетели, это говорят, что вроде как уже вышло из моды. Слушай, ну в ЗАГСе свидетель-свидетельница, по-моему, это обязательная фигня. Ну, я не знаю, насколько это сейчас обязательно. Ну, например, я смотрела влог одной пары, которая в США женилась, там обязательно хотя бы один свидетель должен быть, не обязательно пара. Ну, типа, видимо, свидетель это не просто такая фигня, что типа, о, лучшая подружка, давай будешь свидетелем. Это, видимо, чтобы кто-то присутствовал и мог подтвердить, что вы бракосочетались. Ну да. В общем, давай мне. Что лучше для вас, лайк на видео или коммент под видео? Прикольный вопрос, никогда не вздумывала. Интересно. Наверное, коммент. Но знаешь, если будут 10 тысяч комментов, мы не сможем их прочитать. Знаете, что я люблю? Когда лайкают комментарии других. Ой, это я обожаю. Обожаю. Потому что я вижу, что вы согласны с этим и прикольно знать, что, например, какой-то классный смешной комментарий, вы его увидели, оценили, поржали над ним и так далее. Так что, если вам даже лень писать комментарии, то вы всегда можете найти коммент, который вам понравился и лайкнуть его. Это будет знать, что вы типа такого же мнения. Лайки на YouTube прикольно, потому что они как бы увеличивают возможность попасть в видео в рекомендации. Мне нравится то, что она живая, то, что она пахнет, то, что ее не нужно собирать, разбираться. Но мне не нравится то, что она сыплется, то, что она не идеальна со всех сторон. Но, с другой стороны, в этом есть какой-то шарм, типа то, что она не идеальная и она выглядит живой, ну, настоящей. Кстати, еще я очень рада, что моя мама создавала каждый год атмосферу Нового года у нас дома. В том плане, что всегда под елкой были подарки. Сколько бы нам там не было лет, прям до сих пор практически... Блин, ненавижу этот режим, тот тупой. Всегда советую ставить вот этот. Ой, я даже не знала, что там режимы меняются. Конечно. Такой спокойный, он горит, потухает, горит, потухает. Так никогда ничего в моей жизни не сыплось. Какая-то елка. Стой, стой, стой. Давай еще раз, подожди. Просто ужас. Она у тебя сыплется? Ливочка, уйди оттуда. Через месяц, даже меньше, мне кажется, ты уже выкинешь. Я не понимаю, в чем проблема эта елка? Почему она так сильно сыплется? У меня пихта Фрезера, мама говорит. А у тебя обычная, видимо, пихта. Может, они и различаются. Вот так сыплется, значит, это не пихта, а какая-то золота вообще. Там тебе Слава шлет что-то. Как у тебя записан Слава? Ну-ка, ну-ка, смотрим. Подожди, давай выберем сторону. У меня, например, на моей елке задняя сторона почти не наряжена. Смотри, ну не, у меня слишком много шариков, но кажется, для этой елки. Я думаю, что сейчас мы просто обычными будем наряжать. А самые классные оставим напоследок. Многие, я думаю, все-таки не покупают каждый год какие-то новые игрушки, вешают с прошлых годов. Это как раз такие люди, как я. Ну, может быть, я бы и купила парочку каких-то. Вот в прошлом году я много закупилась, много раз закупила. А в этом году я не вижу в этом смысла, потому что у меня много классных игрушек, которые меня вполне устраивают. Поэтому в этом году у меня будет такая же серебряная белая елочка с желтыми огоньками. Но в этот раз желтые огоньки, потому что в прошлые разы у нас была разноцветная. Фуни то слово. В общем, будем сейчас наряжать и болтать. Елка будет сыпаться все это время. Это паук. Ну ты конишь, покажи. Вот. Следи за ним. Я уже его потеряла. Я его уже потеряла. Я сейчас закажу утилизацию этой елки. Ну, понятно, живая елка у тебя в первый и последний раз в жизни. Это сто процентов. А, вот я вижу его, вижу. Можешь его выкинуть? Убей его, а? Ты заставишь меня убивать. Не хочу. Ты убей. Я буду со-убийцей. Со-убийцей. Единственная радость для меня в этой елке, то, что она живая, это то, что она очень сильно нравится в Евгене. Где она от нее тащится? Это просто важнее, что от ее реакции на живую и неживую елку? Конечно. Ко-то она постоянно подходит, нюхает ее, кушает даже. Ух ты. Я же тебе сказала, да. Вот. Вот эта ветка, блин, растет там. Она идет. Так странно. Я не знаю, вдруг окажется, что это мы просто не образованные, и на самом деле это самая топовая елка. Знаешь, вот я смотрю, вроде не так уж и плохо она выглядит. Она просто такая вся собранная, кривоватая, но, в принципе, есть какой-то в ней прикол. Пипец, такая звезда, конечно. Сними, это в конце торжественно наденем. Мне кажется, это вот так вот. Да, можно ее подпилить и надеть ее звезду на елку. Да, так будет хорошо. Ну ладно, наряжаем. Тогда примерно вот эта у нас и будет лицевая сторона, но это не значит, что сзади у нас клеют. Может, все-таки там было тогда. Просто там вот эта штука пустая. Стой. Просто не забывай, она же мне не здесь будет стоять, я ее подвину в угол. Хочу начать, на самом деле, выбирать помещение для свадьбы тоже до Нового года. Может быть, купить еще одну эфелевую башню? В смысле? Ну, фига тебе их так много. Это брелочки. Сама же знаешь, что они там тюхивают. Скоро надо отказаться. За 5 долларов или сколько он там будет. Самое правильное решение в 2019 году. Фу, как тут много тоже. Ум, интересный вопрос. И сложный такой. Как я люблю снимать видео, чтобы ты их монтировала. Блин, я знаю, что мне это не надо монтировать. Так, ага. Ну так что? Вот я не знаю, какое у меня правильное решение. У меня, наверное, правильное. Одно из правильных решений. Клинира поставить, да? Ну это понятно. Я знаю, какое у меня правильное решение. Говори, какое. Да, оно тоже правильное. Такое же, мне кажется. Скажи. Мы начали больше снимать вместе. А, ну, не знаю, для меня это... Нет, нет, нет. Это как то, что должно быть. Нет, ну этого не было 3 года, я занялась. 22-3 года. Мы такие сами по себе. Даже не знала. Многие недели блогов снимать тоже правильное решение было. Поехать с тобой в Болгарию было одно из правильных решений тоже. Много правильных решений было. Мне кажется, я стала взрослее. Ну, это понятно, что за каждый год, мне кажется, что я стала более ответственнее относиться к своим действиям. И стараться побольше именно думать, прежде чем что-то делать. Бла-бла-бла, скукотища. Гордишься собой в этом году? Да, очень. Нет, это без всяких, типа, выпендрёжничеств. Я собой горжусь в этом году больше, чем в другие какие-то года я могла бы гордиться. Конгрессивный. Да, я согласна, я с собой тоже очень горжусь в этом году. Правда думаешь, что когда у тебя появится ребёнок, ты будешь хотеть для него готовить? Я сейчас хочу готовить. У меня очень часто такое желание появляется. Особенно, когда я в магазине, я сразу хожу и думаю, блин, хочу взять вот это, вот это, а что вот это сделать? Прям реально есть такое желание. Есть желание, но не то чтобы нет на это времени. Если есть желание, то всегда найдёшь время. Ну, в последнее время я чаще готовлю, я хочу чаще готовить ещё в новом году. Ну, типа, можно сказать, что это одна из целей, просто потому что я устала уже от фастфуда, ну, давно. И устала от еды из ресторанов и всё такое, и мне хочется. Типа, знаешь, прям у меня есть такое желание открыть бутылочку вина, скушать какой-то вкусный ужин, какое-нибудь там мясо вкусное, с каким-нибудь гарниром прикольным. Ну, прям есть желание. Собчики. Верите в беременность, Марьяна Ро? Я нет. Плюс. Ну, я считаю, что как-то жёстко, слишком резко, вдруг она беременна, с чего бы это? Типа, из разряда даже хуже, чем то, что было там с Инстасанкой, которая наврала, что её ограбили, потому что одно дело ограблением шутить, а другое дело шутить, ну, как бы беременностью, ребёнком, я считаю, что это вообще жесть. Ну, верующие люди поймут меня, что не надо гнебить Бога и такими вещами шутить, это ужасно. Она, по сути, не подтверждала же это никак, просто фотка с животом, я извиняюсь, там могла бы быть с подушкой, или просто она поела пельмешек, как мне все пишут. Как Слава отреагировал на то, что он сделал предложение? Хорошо, счастья вам пожелаю. Да, он сразу написал мне. Да, о чём ты написал, я не знаю. Поздравляю, что-то такое. Ну, поздравил, короче. Не помню, слово в слово, поздравлений было миллион, у меня до сих пор директ завален. Я наверняка ещё не ответила каким-то своим знакомым, хотя постаралась по максимуму, но у меня есть доступ, у некоторых подписчиков. Ах, да, у меня тоже, да. И там же... Сколько тратишь в месяц? Ох, по-разному, могу вообще не тратить. Харамот будем крутить? Не знаю. Я, кстати, тоже уже миллион лет не вешаю мишуру. Мишура, мне кажется, стоит вообще. Давай этот... Наденем звезду. Ну, это-то, конечно. У меня ещё и сова. Я люблю, когда много игрушек на ёлке. Мне нравится. Опа. Чё, хорошо туда встала. Ага, сидит такая. Кукузики. Слушай, ну так вот вроде нормально уже, да? Сейчас, может, она действительно приопустится ещё. Да. Не, на видео вообще по кайфу. Олень, я могу на это в самый задний сунду. Ничего, вон она не начала лень. Всё, все видят такого красивого жеребца. Как Юля будет отмечать день рождения? Да, я обещала, что расскажу вдруг о каком-то видосе вчера. Я решила, я просто позову семью домой, 28-го, мы накроем стол. Не вижу смысла какие-то тусовки делать, да и некогда у меня в этот раз. Заморочить много пиво. Ну и вот, в принципе. Так что так и отмечу. Любзао. Ну, можно, в принципе, её задвигать и смотреть, как это всё будет. Блин, только знаешь что? Мне кажется, было бы круче, может, не круче, но ещё можно было бы больше белого добавить. Потому что она у тебя чисто серая как будто. Ой, серебристая. А белого там больше нет? Ну, белого, да, я имею в виду купи на следующий год. Немножко белого. Вот, потому что сова эта офигенно смотрится, потому что она белая среди серебристого. Сова классная. Блёстки на лбу. Да, это те, которые я достала. Где вонючая звезда? Звезду не вижу. Вы видите? А. Может, я надену? Давай. Ух ты. Сначала зажги. Блин, ненавижу, когда так моргает. Как будто припадки какие-то у неё. Как-то её можно уже продлить. Это не улыб. Жалко, что здесь нет. Причательно, не нужно с этим. Когда Слава приедет, попроси его подпилить вот посюду. И она будет, типа, вот так вот. Будет офигенно. Ой, фу. Конечно, фу. Ну и что, скорее она будет статична. Когда её не трогаешь, она не сильная. Не, хорошенькая ёлка. Сдалека вообще супер. Украсили круто. Извините. Ой, никомутик счастья. Привет. Моя хаосая. Привет. Да, вот так поделай. Кто хаосая девочка? Да, монтируй, монтируй всё это. Мой, закрылся, маяненькая. само нежнячество сколько у меня тут одна упала это не очень как будто тухнуть есть еще есть что делаешь пишет сыр кушаю а елку мы показали ну давай выключи сзади вот эти они немного отвлекают от елки ну выключи покажем а не надо да все и так отлично видно надоело пришлось о класс а то жарко скажите м красиво золотое выглядит ухты и мы кушаем сыр добавь белых шариков и вообще идеально и в принципе елка норм выглядит как тебе мои обои ну по сути текстура как в прошлых на только поменялось то что цветов нет и это уже офигенно это круто и стала как будто все минималистичный а еще заметь обратить внимание на телевизором за телевизором была деревянная фигня которая была присобачена вот эта фигня да тут у меня стояли цветы вот эти но я решила их убрать мне нравится перестать покупать эти штуки у тебя уже дала ними тоже достали вообще поэтому избавилась оттуда от них но потом я когда мы сюда это поставили это мама с отчимом предложили они сюда это поставили вот сюда и шарики поставь красиво будет они начали заполнять это шариками и это когда не нужны они мне шарики эти достали их в шкаф хочу убрать я поняла что в этом есть какой-то прикол сразу видно что человек путешествует а то есть на канале твоем этого не видно не ну когда в комнату заходишь к тебе заходит кто-то не смотрит твой канал ну блин иди нафиг вот видите твой холодильник кричит о том что ты много путешествуешь да отчим говорит сюда еще холодильник рядом поставить вообще бомба будет вот так вот стол выглядит а вон туда я поставила вот это вот это вот то что там было мне нравится еще кнопка серебряная стояла просто рядом а теперь она стоит над над золотой не меня правда тоже не белый я все равно ожидала белый но ну я тоже думала сначала что хочу чисто белый а потом подумала что блин а не будет ли это как реально в психушке в какой-то больнице так это выглядит как будто бы мягеньким матовым ну не матовым а каким-то плюшевеньким таким кстати вот так очень красиво ну и вот собственно говоря здесь теперь у нас просто белая стена сзади а до этого была деревяшка такая и кто не видел посмотрите у меня рум-тур типа там увидите вместе канале ну и вот наша елочка красивая прошлом году мы тоже с тобой вместе елку мы наряжали да мою наряжали а твою по-моему со сладкой нет с тобой ставьте лайки подписывайтесь на наши каналы пишите в комментариях какие видео вы ждете от меня от карины я знаю что они ждут от меня я тоже и от меня тоже когда вы теперь поженитесь на самом деле я последнее что скажу может это вырежешь не знаю недавно я встретила чувака я ему сказала что мы помолвились соском и я не знаю почему мой мозг решил это сказать но я такая типа теперь вы следующие ты просто не знаешь что сказать и поэтому ты несешь вот такую фигню поэтому я думаю что люди которые так пишут они просто ну не думают об этом когда реально ты не хочешь это говорить ты понимаешь что если ты женился слушай одно дело когда ты это говоришь при разговоре просто выскочила другое дело когда ты пишешь комментарий у тебя есть время подумать и писать комментарий фигню сморозило да но когда уже выходишь типа такой думаешь блин зачем это сказать почему это свадьба значит что у кого-то тоже должно быть тупее фразы нет я думаю что в этом ничего такого нет что люди это пишут это вполне логично если ты сейчас например родишь ребенка мне начнут писать а теперь вы рожаете ребенка если ты сейчас пойдешь купишь себе дом или что-то теперь вы покупаете себе дом ну типа не знаю в общем ладно надеюсь что вам все понравилось он надо сделать заставочку не это может быть дело заставки смены так что всех люблю целую обнимаю и всем пока